До 40 учеников в одном кабинете и таких классов десятки, да еще и в три смены. К началу учебного года в столице так и не решили проблему переполненных школ. С каждым годом ситуация становится все более напряженной. В одном из учебных заведений Астаны уже произошла страшная давка. Дети не могли добраться до гардероба и буквально молили о помощи. До каких пор это будет происходить, выясняла Азиза Исабай. Сотни детей в школьном коридоре. Так отметилось начало этого учебного года в столичном 71-м лицее. Страшная давка, детские крики и тщетные попытки учителей что-либо предпринять. Эти кадры вызвали возмущение не только родителей, но и пользователей социальных сетей, которые заявили, что столичные власти снова не подготовились к новому учебному году. Это та самая школа, где и произошла страшная давка. Оказалось, учебное заведение рассчитано на 1200 мест, а по факту здесь обучают больше 5000 детей. Причина такой загруженности все та же точечная застройка. Вокруг десятки жилых комплексов и ни одной школы, кроме этой. Мироэль Седьбекова рассказывает, что среди всей толпы оказалась и ее дочь. Девочка с трудом нашла свою куртку, которая валялась на полу и была затоптана другими детьми. Мы пожаловались в администрацию школы. Это ведь не только давка в гардероб, но и низкое качество образования. В одном классе учатся 36 детей. Ну какие знания можно получить? Есть дети, которые даже в третьем классе еще толком даже не знают букв. Раньше как было? 20 детей и на всех хватало времени у учителя. В том, что в столице, а особенно на ее левом берегу, остро не хватает ученических мест, родители обвиняют чиновников, которые массово застраивают город, а вот об инфраструктуре забыли. Наш акимат не работает. Не должен в уровне. У нас место, садики, школу строят. Они вот одни вот дома строят. В одном классе около 40 детей учатся. Конечно, переживаем, чтобы на переменах из-за того, что много детей, они не навредили друг другу. Ну надо строить школы, чтобы было поменьше и учителям будет не перегрузка. А то если классы 25 человек, я не знаю, как они будут учить детей. В администрации той самой школы заявили, что из-за наступивших холодов все дети пришли в верхней одежде, а гардероб, по правилам, работает лишь с октября. При этом директор школы в произошедшем проблемы не увидела и назвала это эйфорией первого учебного дня. Дети, в принципе, были одеты, вышли своевременно со школы, дошли до дома тоже своевременно, никаких травм, ничего не было. То есть это была вот как бы, может, эйфория детей, когда они все вместе в один момент. Управление образования не отрицает проблему трехсменных школ. Кроме 71-го лицея в Астане переполнены еще семь школ. Что же касается произошедшей давки, то в ведомстве сообщили, что проблему уже решили. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды были перераспределены на этажи. Тем самым вопрос по гардеробу был снят. Вопрос трехсменных школ будет окончательно решен за счет школ, построенных в рамках нацпроекта «Комфортная школа». И школ, которые ежегодно строятся Акиматом. По данным управления образования, в столице 255 тысяч учеников и всего 169 школ. А в этом году в Казахстане рекордное количество первоклассников. Только в Астане их больше 27 тысяч. И вот сегодня глава государства принимал в аккорде Акима Астаны. Кроме всего прочего, Женес Касымбек доложил президенту и о реализации проекта «Комфортная школа». Сообщил, что в этом году в главном городе страны построят 11 новых школ. Но до начала учебного года успели возвести только 4. Азиза Исаба, Тимирлан Нуртазаулагат Миргалиев, Столичное бюро КТК. Продолжение следует...